Это первая выставка станции юных техников в стенах нового здания. Уже пять лет учреждение дополнительного образования не представляло работы своих воспитанников. Ученики школ города также приняли участие и показали своё мастерство. Те, кто не проявил талантов на деле, могли посмотреть на работы других детей. У меня понравился пиратский корабль, конструктор, самолётики. Мне понравились модели самолётов, ещё корабли. Несмотря на многообразие техники, девочки тоже заинтересовались экспонатами выставки. Мне очень понравились поделки и самолёты. Картинг оказался в центре внимания детей. Школьники наперебой хотели хоть чуть-чуть побывать в роли шумахера и как минимум померить шлем. Можно я первая? Первая? Я вторая. Деванчик вот так вот. Деванчик вот так вот. Деванчик вот так вот. Да, да. Дальше, подождите, подождите. И потом застёгивается. Авиамодельный кружок и картинг – самые популярные среди школьников, посещающих станцию юных техников. Скоро откроется ещё одно техническое отделение. Значит, в этом году у нас планируется введение такого направления, как робототехника. Действительно, выделены средства на приобретение программированных конструкторов «Лего». И с сентября мы открываем такое направление. Я думаю, что это будет пользоваться спросом у многих ребят. А это значит, что и в нашем округе в скором будущем могут появиться юные изобретатели настоящего чуда техники. На запись кружок планируется ввести возрастные ограничения только с 12 лет. Надежда Якушенко, Александр Анисимов, Телемикс.